Наиболее актуален вопрос с серыми перевозчиками в Собинке, Муроме и Гусь-Хрустальном в целях борьбы с нелегалами в районах усилили рейдовые мероприятия. Так, в рамках последней проверки межведомственной группы по линии налоговой службы составлено три протокола за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Органами Министерства внутренних дел собран материал для проведения последующего административного расследования. Эта работа, конечно, в период пандемии была, прямо скажем, упущена по ряду причин. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание органов местного самоуправления, что подобные вот эти группы комплексные в составе тех органов исполнительной власти, которые на местах находятся в муниципальных районах, по сути дела была свернута. И работа, за исключением одного муниципального образования, это Кольчугинского района, можно сказать, что не проводила. Теперь же подобные проверки перевозчиков планируется проводить на регулярной основе. Органам местного самоуправления необходимо активизировать работу местных межведомственных комиссий. Главная цель – помочь легальному бизнесу работать официально, получать выручку, которая идет в оплату по тарифу и перекрывать доступ тем, кто работает незаконно. Но если это официальный маршрут, если это требование по безопасности, по расписанию, по состоянию подвижного состава, если есть контракт с муниципалитетом либо с регионом, вот этот бизнес мы должны защитить. Тема борьбы с серыми перевозчиками еще раз будет поднята в ближайшее время на расширенном координационном совещании уже при участии правоохранителей. Отмечу, всего сегодня транспортное обслуживание в муниципальных образованиях области осуществляется по 363 муниципальным, 46 пригородным межмуниципальным и 43 междугородным региональным маршрутам. В целях обновления транспортного парка и восстановления прежних маршрутов из бюджета области было выделено 300 миллионов рублей. На эти средства уже приобретено 34 единицы подвижного состава из запланированных 40.